Приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в Казахстане с вами Роман и это рубрика капитал для дочки сегодня мы с вами разберем структуру портфеля немного поговорим про будущие планы по этому портфелю что будем дальше продолжать делать а также сегодня коснемся именно рынка нефти что же сейчас происходит на рынке нефти какие прогнозы ближайшие 12 месяцев делают разумеется и как рецессия может сильно повлиять на стоимость котировок нефти именно об этом мы сегодня с вами и поговорим ну давайте начнем с рынка нефти разумеется сейчас вы видите на графике да это вот пятидневный график было резкое падение но сейчас видим что немного восстановились тем не менее все равно есть предпосылки к тому что мы можем снижаться и дальше но в то же время например аналитики джейби морган предположили что если сша и евросоюз установит предельные цены на российскую нефть рыночная стоимость энергоресурса подскочит почти до 400 долларов за баррель как это может быть на самом деле все просто если предельные цены на российскую нефть опустят до 50 процентов от ее рыночной стоимости то россия просто не будет ее продавать а значит сократит объемы добычи вдвое меньше нефти на рынке выше цены это логично то разумеется все это пока в теории на самом деле что можно ожидать в текущей ситуации уже сейчас например большую часть нефти рф продает существенным дисконтом который доходит до 40 процентов от рыночных цен объема экспорта бьют рекорды но пока цены на нефть держатся на высоком уровне это устраивает всех и продавцов и покупателей но всему же есть предел на сегодня например себестоимость добычи одной бочки российского сырья на российских месторождениях составляет это 18 20 долларов за баррель с учетом транспортных и логистических наценок себестоимость повышается до 32 35 долларов а значит для обеспечения чистой прибыли россии будут устраивать цена 60 70 долларов а за это уже с учетом скидки такая ценовая политика устраивает абсолютно всех и нефть по 110 долларов и по 400 никак не повредит российской экономики а вот что будет с мировой экономикой при нефти в 400 долларов за баррель ну здесь конечно комментарии излишне рынке на самом деле они не бездонные с такими дисконтами многие страны существенно рост на раш наращивают объемы закупок но в какой-то момент может случиться затоваривание рынка и цены могут очень быстро обвалиться такое мы с вами уже наблюдали когда цены 70 долларов за 400 месяца полились до 20 даже ниже это было в 2020 году во время пандемии принципе нам как инвесторам нужно смотреть не на цену в 400 долларов а на то как это повлияет на мировой рынок активов то есть которым мы с вами вкладываемся и оценивать вторичные риски таких макроэкономических процессов нося коррективы свои стратегии но такого оптимизма по ценам по 400 долларов за баррель грубо говоря нет расценивают в сити групп то есть они считают что нефть может упасть до 65 долларов за баррель концу декабря и последующее снижение до 45 долларов концу двадцать третьего года это случится при условии начала рецессии мировой экономики и сокращение спроса на сырьевые товары то есть исторические данные показывают что спрос на не становится отрицательным только во время худших глобальных рецессий но цены на нефть падают во время любой рецессии примерно до уровня предельной себестоимости то есть также они говорят что прогноз сити основан на сценарии не вмешательство опек плюс ситуацию на сырьевом рынке принимает во внимание потенциальное снижение инвестиций в нефтяные ресурсы сейчас есть два сценария развития если будет рецессия ближайшие 12 месяцев то мы видим с вами глобальное снижение котировок нефти разумеется и второй сценарий если все же россию будут дальше давить такими санкциями то скорее всего они с таким большим дисконтом продавать нефть перестанут и соответственно из-за дефицита нефти на рынке цена очень резко возрастет но это конечно же очень плохой сценарий для мировой экономики в целом а касается детского портфеля то видим что он опять подрастает в принципе уже речь упом неделю до мы подрастаем своим потихонечку ну конечно несущественное пополнение сюда пока еще не было но тем не менее видим что уже больше чем 132 тысячи на данный момент хотя на самых плохих местах мы видели и 120 тысяч по этому портфелю также свободные средства остались 1278 тенге пока их никуда не реализовал доллары также 65 долларов есть копилки будем ближайшее время их куда-то тратить также посмотрим по бумагам здесь видим что прибыль потихонечку уменьшается умеется до минус падает и это говорит о том что многие бумаги начали потихоньку подрастать это относится именно компании к странцу видимо инвесторы все же верят эту компанию и уже практически на 50 тенге от своих минимумов от купили цена уже приближается к 700 тенге напомню что цена опиона на размещении было 725 тенге видимо поэтому начали потихоньку от купать далее по остальным бумагам видим что принципе змеи нет так как здесь много российских активов которые сейчас пока замороженные мы их не можем никак не продать не купить по форту видим что ford тоже у нас кстати немного поднялся на 414 долларов сейчас торгуется на кассе а по остальным бумагам это которые на не торговом счете информации пока не поступало ждем сам жду поэтому как только появится информация обязательно вам сообщу по диаграмме видим что сейчас доллар занимает самую большую долю то есть 23 процента тем не менее все равно я думаю нужно будет эти доллары куда-то реализовать и скорее всего по этой неделе я рассмотрю некоторые варианты которые у меня сейчас есть и буду покупать какие-то активы принципе это все что я хотел сегодня вам рассказать то что касается рынка нефти именно видим что до сценарии есть как бы не самые хорошие и тот и тот принципе это логично но тем не менее будем наблюдать и дальше если видео было вам интересным и полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу осилить идущий субтитры сделал DimaTorzok